Добрый вечер. Швед Бо Андерсон возглавил АвтоВАЗ. Спрашивается, зачем это нужно лично ему? С одним сложным предприятием он уже сталкивался. И надо ли было ввязываться в жизнедеятельность второго, еще более сложного и еще более запущенного? Ведь русские, как известно, от переменной мест, в общем-то, не меняются. Проблемы у них абсолютно одинаковые под каждым кустом, но с какой-то поправкой на географию. Понятно, что здесь есть, конечно, элемент еще зарплаты. Когда его звали на Горьковский автозавод, ему обещали, что он будет топ-менеджером номер один в нашей стране и будет получать максимальное вознаграждение. Он был, в общем, виду не подал, но оскорблен, когда узнал, что Артиков, руководивший АвтоВАЗом всего полтора года, убыл с этого места к новому служению Отечества, прихватив с собой в качестве официально выплаченных бонусов 50 миллионов. долларов. Артиков — это тот руководитель АвтоВАЗа, при котором предприятие стало официально банкротом. За что, кстати, Артикову большое спасибо, поскольку это не конкретно его дела привели к банкротству АвтоВАЗа. Он просто констатировал факт. Ему это простили. Любому другому, скорее всего, не простили бы. Но Артиков так или иначе официально заработал бонусов. Не зарплату. Бонусов. 50 миллионов долларов за полтора года. Это довольно весомая сумма. И когда Бо Андерсон об этом узнал, было видно, что его это покоробило. Но виду он не подал. Он все-таки офицер, десантник, человек очень опытный, очень мудрый. Но этот элемент тоже нельзя сбрасывать со счетов. Хотя, конечно, это бесспорно только его личное дело. Это уже как угодно. Пусть он к этому и относится. Но, что еще немаловажно. Когда ты руководишь горьковским автозаводом, это очень локальное явление. То же самое, что ты директор валеночной фабрики. Это великолепно для нашей страны, но совершенно не имеет никакого значения за пределами нашей страны. Наши валенки нужны только нам. Как только тебя позвал топ-менеджер на планете Земля номер один Карлос Гон, и позвал он тебя не куда-нибудь, а в международный альянс, которым руководит сам, и твой автоваз становится составной частью великого Рено-Ниссан-Самсунга, тебе тем самым возвращают имя. Ты, опять-таки, возвращаешься в пантеон всемирного менеджмента. Это очень серьезно, поскольку такие вещи тоже играют серьезную роль. И при всем при том, Бо Андерсон, он трудяга. Он реально талантливый человек, реально очень толковый. И у него реально есть совесть. Это настолько немаловажно, это так редко случается, что когда человеку предлагают за хорошее вознаграждение с возвращением на международную орбиту очень хорошо поработать, это предложение бывает не каждый день. И не каждый день Карлос Гон лично тебя зовет потрудиться. Это очень перспективно и все-таки интересно. Хотя, конечно, чрезвычайно сложную задачу судьба и Карлос Гон поставили перед шведом Бо Андерсом. Тут еще один вопрос. Почему мы позвали именно иностранца? Почему на смену Игорю Комарову нельзя было позвать Васю Петрова? Есть несколько нюансов, несколько моментов. Любому нашему, который достигает какого-то серьезного социального статуса, ему обязательно нужно стать фирменным. Нам нужно показать, что жизнь удалась. И умница Комаров, человек с очень хорошим экономическим образованием, по большому счету ничего не понимающий в автопроизводстве, он человек амбициозный, он с большим удовольствием стал владельцем территории, до этого принадлежавшей яхт-клубу. Потому что фирменный, но потому что необходимо. Свой маяк, своя пристань. Разве плохо? И любой человек наш, который достигает определенного социального статусного верха, он после этого чем неизбежно занимается? Эвакуация из семьи куда-нибудь вдаль, домик в Швейцарии, счета за рубежом, ну на всякий случай. Все патриоты обожают нашу страну, но никто из них не отказывает себе в удовольствие быть немножечко еще одной ногой там. А за шведом Бу Андерсоном этого нет. Ему это зачем? Он фирменным родился. У него семья и так живет в Швейцарии. Он сам работал в Детройте долгие годы. Если что, родная Швеция примет его с распростертыми объятиями. Тут не нужно даже ничего делать. И этот момент тоже играет определенную роль. Хотя, конечно, не главное. Главное это таланты самого Бу Андерсона, которые теперь идут во благо нашему якобы отечественному автопрому. Самое главное, четыре пункта. Бу Андерсон этот совок сечет на раз. Он начинает разбираться в нашей стране, он начинает понимать Россию, хотя общеизвестно, что умом этого делать не надо. В Россию нужно только верить. Он начинает потихонечку в нее верить. Во-вторых, он точно не отправится в космос. Как Комаров, он останется на Земле, будет работать, работать и работать. В-третьих, придя на Горьковский автозавод, он начал разрушать вертикаль. Вот эту бесчисленную, многолетнюю переписку между департаментами, которые не могут договориться друг с другом напрямую, они пишут наверх, наверху кто-то рассматривает, принимают ответственные решения. Бу Андерсон, это человек, которого в цеху видели чаще, чем в кабинете. Он выходил на производство, и рабочий день начинал свой с того, что обходил производственную площадку. И причем не по ковровым дорожкам. Он совал нос в те самые затаенные места, где и происходит реальное производство. Откуда и берется качество или его отсутствие. Ибо Андерсон со всем этим разбирался. И у него есть такая особенность. Он приходит конкретно на участок провала, подходит к рабочему, он не говорит по-русски, с ним переводчик, и спрашивает, что случилось. И поначалу понятно, что рабочие шарахаются, потому что сошествие Господа Бога на землю, оно всегда несколько пугает, но потом они понимают, что это не Зевс-громовержица, это как минимум что-то более лояльное, доброе, и иногда поглаживающее по головке. Поэтому можно конкретно говорить. Причем тебя спрашивают о деле, и тебя спрашивает человек, которому это интересно. И получив от тебя ответ, он знает, кому и что приказать для исполнения. Не департаменты будут в вечной переписке заниматься перекладыванием и перегидыванием друг на друга ответственности. А одно главное генеральное лицо принимает решение, здесь и сейчас, после чего начинает меняться ситуация. Это редкий талант. Знаете ли, не каждый наш отечественный начальник умеет ходить по собственным цехам, в том числе без опаски, что ему начистят репу. Ну, кстати, десантнику Бо Андерсона попробуй. Если что, у него снизу в челюсть очень даже неплохо поставлено. Но, ко всему прочему, человек реально переживает за дело. Это тоже немаловажно. Но, согласно стратегии развития автоваза, к 2020 году автоваз перестает быть так называемым калькодержателем. Контрактная сборка. Контрактную сборку Бо Андерсон отработал на газе. Это ведь в наш удивительный мир заманить сборочное производство «Шевроле» и «Фольксвагена» со «Шкодой». Это, знаете ли, нужно иметь авторитет. А вот у Бо Андерсона он есть. И Бо Андерсон призван делать то же самое, что он сделал на Горьковском автозаводе. У нас автоваз утрачивает свою собственную платформу. Не сейчас, через какое-то время. Он будет делать Рено, будет делать Nissan, будет делать DATSU. Обсуждается вопрос по поводу Нивы. И еще была очень интересная все время разработка, когда делали полноприводную калину. Пытались из универсала создать некую такую вот нашу Subaru Impreza. Она же Subaru, наверное, XV. Не получилось по разным причинам, но наработки остались. И, может быть, автовазу будет позволено либо на европейской платформе делать что-то свое. Ну, условно говоря, Логан, только он будет называться Вазом, Ладой. Либо что-то останется наше чисто суконно-пасконное. Решение пока не принято. Но основная суть автоваза — контрактная сборка. И здесь нужно будет очень серьезно заниматься тем, что собственную репутацию класть довеском на весы Карлоса Гона, уговаривая иностранцев прийти и открыть производство кластера. У нас два года тому назад была написана стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. И там констатируется, что около 5% российских поставщиков соответствуют мировым стандартам. Все. Неоткуда взять качество. И хотя Datsun, Nissan и Renault сами не эталон, но то, что гонят наши по автокластерам, это неприемлемо. Поэтому перед Карлосом, перед Бо Андерсон стоит задача привлечь к нам сюда собственной репутации, в первую очередь собственной репутации иностранцев, которые откроют производство. И в начале февраля была проведена конференция с поставщиками, после которой выжили не все, потому что в ультимативной форме Бо Андерсон предупредил их о том, что им придется заниматься модернизацией. Ну, мы этим занимаемся всю жизнь, там последние лет 500, наверное, но им придется всерьез. И часть поставщиков поняли, что контракта им не видать. Бо Андерсон должен будет со всей этой живописной кучей разобраться. Кроме него просто некому. Новости. Наш лось не выдержал паритета. У них только что с Мэйлом был равный счет 8-8, потом они подумали-подумали и разбежались в разные стороны. Наш лось снизил рейтинг до 7 баллов, у него все хорошо, ну, конечно, пробочки на движение есть. Мэйл.ру констатирует, что, ребят, 9 баллов движения нет. Все, жизнь закончилась. Приехали, вот он. Не наш, 65, 10, 9, 9, 6. Александр, вы у нас первый. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хочу вас по традиции поблагодарить за вашу передачу. Эту традицию можно нарушать на самом деле. Я, на самом деле, довольно нетипичный вопрос вам задам, потому что, сколько вас не слушаю, вопросы по автомобилям достаточно овощные, если можно так сказать. Согласен. Я представлю молодого поколения автолюбителей, у меня всего 22 года, и у меня стоит вопрос о покупке заряженного автомобиля, естественно, на рынке БУ. И вот у меня сейчас BMW 535 в 60-м кузове, но, к сожалению, она рассыпается просто на глазах, поэтому от нее нужно избавляться. И я склоняюсь к японцам. У меня стоит дилемма между Mazda 3 MPS в последнем кузове, либо Evolution, но восьмое поколение, потому что в девятое я не залезу по бюджету. А Subaru VRC? Не хочу Subaru, потому что все владельцы, мои друзья, Subaru ездят исключительно на сервис, 20 км по городу и обратно на сервис. Ну, так и с Mazda будет то же самое, и с Evolution тем более. Если Mazda, она серийная, а Evolution все-таки это заводской тюнинг, то Evolution, он подкинет еще больше вопросов. И, Александр, в чем ваше несчастье? В том, что вы берете машину, которую ваш предшественник купил специально на убой. Не для того, чтобы беречь, и не для того, чтобы барышню катать, а для того, чтобы она визжала, и, соответственно, машина подпевала всеми колесами в управляемом заносе. То есть вы берете машину с вывернутой наизнанку уже ходовой, с отбитыми почками печенью, у нее уже не сварение желудка, у нее еле-еле срабатывают все клапаны, сердце уже на износе. Причем пробег у нее может быть реально там 15 тысяч, 20 тысяч, два хороших летних сезона. И машина на выброс, потому что, ну, потому что я знаю, что с ней произошло. Вот тут вот один мой знакомый продает 535-ю, Е-60-ю, БМВ-шечку. Его Сашей зовут, ему 22 года. Клевая машина, я у него возьму, он же ее берег для меня. А я ему подсуну свою, которую я для него не берег. Она такая прямо вся маткой наизнанку вывернутая, пусть он с ней помучается. Я понимаю, что как бы все автомобили берут, чтобы выжимать из них все сопли, как говорится. Но есть пример, то есть я понимаю, какой-то определенный ресурс железа, который имеет конкретный автомобиль. Естественно, у Эва он повыше. Но есть отличный пример моего товарища, который ездит на МПС в нерестайлинговом кузове. У нее 100 тысяч пробега, из тюнинга самый минимум впуск-выпуск чип, то есть у нее порядка 300-310 сил. И никаких проблем по техническому, какому-то вот неисправности вообще не возникло. Все, что в жизни он свое поменял, это пробитый радиатор по собственной глупости, который он пробил. Хорошо бы, что вам так же повезло. Подождите, может быть, он еще 1000 через 100 ее продаст, и тут как раз у вас будет надежная машина. Потому что остальные не такие счастливые, не такие везучие. И по поводу запаса Эва у вас все-таки несколько сказочное представление об этой машине. Уж чего-чего, а запаса прочности не было. В том плане, что тех самых соплей из нее выжить можно больше. Можно, можно. А какую-нибудь менее затейливую табуреточку типа, например, Mazda MX-3? Ну, нет. Совсем уже не то. Совсем она ну, не мое, что ли. Не знаю. Просто к Mazda довольно скетическое отношение, вот не считая вот этого случая с МПС. У всех, у кого турбовая Mazda, вот эта 2-3 Turbo, по-моему, это владельца CX-7. У всех нереальные проблемы. Причем, кто-либо люди ездят на стоке, проблемы испытывают. И те, кто ей занимаются. То есть, я знаю, примеры, люди делают кованный двигатель. Ставят Гарридовскую турбину, но все равно проблем с ней просто нереальное количество. Не хочет машина работать в правом состоянии. И не будет. А Ford Focus какой-нибудь СТ-шечку? А видел СТ, ездил на новом СТ, просто не понравился. Новый? Видел тизеры нового РС, но он, соответственно, будет дороговат и выйдет только там в 15-м году, а я, боюсь, не доживет. Это да. А всякие Opel'евские OPC-шки? К OPC-шки отношусь скептически, потому что считаю просто эта табуретка, ну, смерть. 290 сил на переднем приводе именно в Opel'е совершенно неуправляемые. То есть СТ, да, я согласен, самая управляемая переднеприводная заряженная машина. Но Opel'е или вот, я знаю, Megane RS еще есть. Да. Вот, кстати, Megane RS и Clio RS. Ну, Clio'у вы не достанете, а Megane RS в принципе можно. Мне кажется, что они совсем, вот, что не читал, не видел, неуправляемые машины. Ее очень хвалят те, кто с картинга пересел. Они вот как раз именно Renault берут за эталон. Они полагают, что RS-ка получше и любопытнее сделана, чем все остальные, в том числе СТ-шка. А тогда такой вопрос. Просто есть конкретное предложение, да, я видел МПС с скованным двигателем. Это обманка какая-то? Там есть подвох? Или реально это то железо, с которым реально работать, которое вот оно реально будет крепко и долго сутки? 50 на 50. Либо будет, либо нет. Как всегда, везде вероятность одна вторая, да? Конечно, конечно. Тем более, представьте себе, этот мотор поставили для чего? чтобы из него вышли. Конечно. А ее продают почему? Одно из двух. Либо потому, что не срослось, либо потому, что уже сломалось. Либо и то, и другое. А может, они хотят уже как-то, не знаю, уровнем выше? Может, человек берет что-то... Может быть. Но в таком случае вы оказались бы в ситуации, когда у друга есть треха в 310 лошадей и 100 тысяч пробега. И в своем кругу, если эта машина, что называется, вот понятная, прозрачная, ее тут же забирают, приходят и говорят, Саша, отдай мне, ты же знаешь, дай. И все, и Саша забрал. Если она выкидывается на рынок, она выкидывается на рынок, потому что ее сбывают. Значит, в своем кругу у нее шансов нет. Или он катался один, такой, где-то у себя по двору, пару лет катался, катался, потом сказал, что на улицу я боюсь, продам каким-то первым, попавшимся посторонним, и все. Нет, так не бывает. Это машина очень узкого клуба людей. И из этого клуба, если она выходит, значит, за ней косяк. Скорее всего. Либо вы идете и ищите, что там у Поршаков-то где-то, как-то там завалялось. Порш ведь он чем хорош? Он же, вне зависимости от века на дворе, что девятнадцатый, что двадцатый, что двадцать первый. В чем-нибудь да и талон. Другое дело, что на нем ездить надо уметь, потому что заднее расположение силового агрегата или, не дай бог, центральное расположение, это та ситуация, которая разворачивается помимо вас без предупреждения. Вы идете на классическом 911, подходите к повороту и понимаете, держит, отлично держит, еще добавим, отлично держит. Раз, все, он сказал, извини, я сдался. О, телеграфты и столбы пошли, а вот и электричка. Все, приехали. То есть, Porsche, он борется до последнего, а потом без предупреждения говорит, я сдался. Ну, вот поэтому и полноприводная EVO рассматривается, потому что четыре колеса всегда лучше, чем два. Это да, но если брать все-таки полноприводный EVO, тогда нужно смотреть все равно STI-ку какую-нибудь, и в том числе переделанные, те, которые пришли оттуда, и им переварили тайком в гараже руль справа налево. STI-ка все-таки сделана не как факультатив, она сделана людьми, которые, в общем-то, еще не так давно очень неплохо гонялись, и эта машина, она все равно остается серийной, в отличие от EVO, которая является просто плодом фантазии узкой группы лиц, тихонечко собирающих что-то там, где-то, в одном государственном фирменном гараже. То есть EVO это эксперимент, STI это серия. Я понимаю, но вероятность того, что туба мне реально прослужит, точно такая же одна-вторая, да? Да, абсолютно, абсолютно. Тем более, вы не являетесь же заказчиком, вы же не пойдете, например, взять себе какой-нибудь там, условно говоря, Dodge Viper SRT заказать. То есть, вы смотрите, кто, как измывался над машиной, кто конкретно ее лучше всех отодрал потом от столба, собрал как-то более-менее поинтереснее, замаскировал прогар полшня, влил туда какой-нибудь аспект модификатор, чтобы она не коптила, и сейчас торгуют ею на рынке. И играйте в эту лотерею. Потому что же можно было пойти к какому-нибудь американцу, бешеному, представляете, Viper SRT. Вот это будет любопытная техника. Она в повороте, конечно, не стоит, там ловить нечего, но зато до входа напрямой вас еще пойди догони. Или хотя бы тот же самый Grand Cherokee SRT. Вот X5 отдыхает, ничего с ним сделать не может. Но это другие миллионы. А здесь получается сколько? Ну, на какую сумму вы рассчитываете? Ну, МПС примерно в районе 800 тысяч плюс 200-250 тысяч на доработку. Ну, да. То есть, вы всегда в кармане держите немножечко запасных телефонов, кому позвонить, если что, и некоторое количество денег, для того, чтобы, если что, было реализуемым. Ну, да, конечно. Такая вполне сложная задача. Хотя, в этом отношении, конечно, ориентироваться на американцев это последнее дело, но вот эти серийные, например, разработки фордовские, реношные, их делали очень талантливые люди. И Рено Меган, Эреско, это одна из самых интересных машин. Ну, полный привод лучше, а дальше вот это лучше, оно нескончаемое. И то лучше, и это лучше, и здесь лучше. И, опять-таки, да, но, что плохо, вы же выходите не по своему кругу, вы ходите во внешней среде, что называется, в свободном рынке. В вашем кругу кто что предлагает? Кто что продает вот среди таких же оголтелых и, дай бог, еще живых, как вы? Ну, в основном, это немцы, и немцы уж очень сильно изнасилованные, потому что, ну, все считают, что немец это надежно, с немцем ничего не будет, и поэтому порой и дорабатывают, и используют, совершенно люди без башнина. То есть, те примеры, вот, допустим, 60-й кузов М5 у людей есть, машины совсем в печальном состоянии, то есть, ну, вот, из них реально последние выжили. Да. Прям вот без остатка. Да. И чтобы машину привести в чувство, в нее нужно вложить чуть ли, чуть больше, чем она стоит, чем за нее хотят. Ну, правильно, просто нужно пойти и купить себе новую Альпину и посмотреть, что из этого получится. Это совсем другие деньги. Перерыв на новости. Пробочный разрыв в 2 балла сохраняется, нашлось 7 баллов, жизнь на Марсе есть, Mail.ru, 9 баллов жизни на Марсе нет. Владимир, здравствуйте. Алло. Алло. Все? Ваш час настал, Владимир. Пользуйтесь этим. Ух, Сергей, вечер добрый, традиционный. Хотел сказать вам огромное спасибо за передачу. Ну, спасибо. Да. Переходите к делу, Владимир, поскольку хвалить друг друга мы можем долго. Согласен. Ведь вас же есть за что похвалить, Владимир. Есть же, есть за что вас похвалить. Есть. Ну, я надеюсь. Конечно. Сергей, вопрос такой. Здесь с женой совместно пришли к мнению, что ей тоже наконец-то понадобилась машина. Вот. Но, к сожалению, финансов немного, скажем так, в районе 300 тысяч рассматриваем БУ-варианты. Конкретно Chevrolet Aveo. Это 11-й год, 1,2 на механике. Вот. Как вы считаете? Я знаю, что вы плохо относитесь к вторичному рынку, скажем так. Вот. Но все же, если смотреть, то на что обратить внимание, скажем так. Владимир, все зависит уже от спектра ваших достоинств, за которые можно было бы хвалить хором и мне, и жене вас. Это ведь ваш будет выбор. Вы придете, вы посмотрите, вы либо обманетесь, либо не обманетесь. И машина на вторичном рынке, вот уже абсолютно неважно, какая она, ни марка, ни модель, ни год, на ваши деньги, на 300 тысяч, к вашим услугам, ну так, на вскидку, наверное, там, 250 разных вариантов. И вам нужно смотреть документы, где она сделана, какая у нее биография, что у нее с сервисной книжкой, лазить у нее по пузу и смотреть, где, кто и как. Конечно, весьма велика вероятность, что, если это свежая машина, да не ездила какая-нибудь женщина, у которой, ну, как-то не сложились отношения, либо просто наигралась, и она честная, хорошая, не прокуренная, не убитая, реально с маленьким пробегом. Такое бывает вот в этом классе, особенно авиа 1.2. Но вообще, авиа 1.2 это машина жлоба такого конченого. И для того, чтобы он этот эконом-класс продал, должно быть две причины. Первая, накосячил, вторая, разбогател. Например, он стал миллионером и сказал слугам, ну-ка, быстренько скиньте-ка ее на рынке. Либо он с ней сделал что-то такое, после чего ваша жена скажет, Владимир, зачем мы это купили? Вова, что ты сделал? Ты куда смотрел? А в это самое время, Владимир, по рынку аккуратненько крадутся машины новые. Где-то в этом же самом пределе. Там есть такая маленькая детская игрушка, которая называется Deo Matisse, и там пихаются бок о бок, конечно, они дороже на 70 тысяч, но все-таки два брата, акробата, Renault, Logan и Sandero. И с ними можно иметь дело. Тем более, что Aveo это, в общем, такой промежуток между ними. Logan больше, Sandero больше, Matisse меньше, и то, и другое хорошо. В городе... Да-да, с Matisse просто уже сталкивались, уж больно дорогая игрушка в обслуживании. Не по ее габаритам. Ну, она вообще настоящая, и многие думают, что это надувной шарик, поэтому пытаются его гелем чуть подкачать, и вроде полетит сам. Нет, тем более, у них, насколько я помню, межсервисный интервал был 5000 километров, что заставляло довольно регулярно приезжать и смотреть в глаза мастеру-приемщику. У Matisse раньше было преимущество сборки. Сейчас сборка по качеству стала реально хуже. Матиссы первых 5 лет они бегают до сих пор. Матиссы вторых 5 лет этой машине уже сейчас 10, ей даже, наверное, уже 12 лет. Матиссы последних лет они вздыхают гораздо быстрее. Но Матисс все-таки он нетребовательный, он сам по себе не ломается. У него не ломается мотор, у него не ломается коробка, у него не текут амортизаторы, в нем нормальная печка, и он по салону-то, он же нормальный. Вот вам кажется, Владимир, какая длина Матисса в метрах, сколько он, как вам кажется? Метра 2,5, наверное. Вот. Вот в этом блистательный дизайн. Кажется, что детская игрушка. длина Матисса 3,5. Ну, достаточно. Да, из них 2,8 это салон. То есть по длине салона такой же, как девятка. Вам в девятке было тесно когда-нибудь? Не настолько, чтобы трепетать и негодовать? А вот... Матисс у нас уже был, мы с ним сталкивались, также был бэушный, и мы, честно говоря, больше уже не хотим с ним сталкиваться. Тогда лучше откажитесь не только от неприятных воспоминаний о бэушном Матиссе, но и откажитесь от неприятных воспоминаний в принципе от бэушных машин. Нацельтесь на Логан Сандера, тем более пока они еще делаются не на Автовазе, их делают в Москве, и это заведомо более высоко по качеству. У вас есть шанс к этой машине подступиться. Да, это будет там 375 в базе, но это будет новое, большое, толковое, полезное, и когда надоест, вот, например, авиа 1.2 на МКПП вы будете продавать со скрипом, а Логан у вас отберут. Просто набегут мужики такие, тертые в телагах, и скажут, Вовик, ну только мне, я тебе еще пол-летрушечку сверху ставлю, дай! Она того стоит. Владимир, вы как-то... Да, 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 понятно. Мысль о пол-летрушечке вас, по-моему, как-то поразила. А если сравнить... Ну, сегодня пятница, это понятно. Вот. А если сравнивать вот Логан и Авио, в принципе, как автомобили вот одного класса, Авио, ведь у вас, наверное, хэтчбэк? Нет, только седан. Вот тот седан, он неплохой, он милый, симпатичный, и пока он был молодым, у него был хороший мотор 1.2, и у него была нормальная коробка передач. И масса Авио живы по сию пору. Но БУ ставит очень серьезный знак вопроса. Логан лучше, Логан на полступеньки выше. Это другой класс. И Логан изначально был сделан для нищих, а Авио был сделан для, может быть, каких-то европейцев. Потому что Авио, эта машина неизвестная в Корее, там еще нужно очень сильно, высунув язык, побегать и посмотреть, есть ли хотя бы один кореец, который катается на этой штуковине, на Деу Калос. Нету их в Корее. Единичные случаи продаж. То есть это машина, которую делали не для себя. А Логан его делали для себя. Его знал кто, знал зачем, знал кому и знал для кого. Получалось? Получилось. Машина на ступеньку выше. То есть она по классу очень близка, по сути, по качеству, по тому, сколько в ней инженерного таланта, она на ступеньку выше. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы дождались, Алексей. Да, дождался, да. Хочу нетрадиционно пожурить вашу передачу. Вот за что. За то, что стало интересно быть в пробках. Понимаете? Не хочется выйти на баррикады и бороться с ними. А стало интересно сидеть в машине в пробке и слушать вас. Надейтесь, Алексей, надейтесь, это скоро закончится. Ничего, хорошо долго не бывает. Будем надеяться. Вот. Вопрос мой такой. В отличие от молодого человека, я уже пережил всякие ВРХ и всякие 924-й Парши и так далее. А было, Алексей? Было? Было, было, было. А что было? 924-й был Порш, как бы, была Субарова и РХ вместе с кавычки открываются безупречным сервисом сервисом. блистательно. Кавычки закрываются, да. И еще там была такая организация веселая по названию Успенский ралли техника, которую ставили всем, кому не лень, то, что не лень, да. Да, УРТ было. Да, это то, что не лень, отлетало потом очень так в путь. Ну, это неважно. Ну, Порш, 924-й, это же изгой, это же не Порше, это же только скорлупать него. А в тусовке, конечно, на Воробьевых горах при подъезде на 924-м господина там всякие на 911-м так отводили сторонку голову. Ну, это уже то, что было, это были лихие там 2000-е начало, это уже, как говорится, было. Ну, красиво, красиво. Да, красиво, согласен, да. И теперь я, как фермер, собственно, вот пытаюсь выбрать некий пикап для, в общем-то, вот такой вот уже жизни за городом и метаюсь между тремя машинками, например, Toyota Highlock, Nissan Navara, Amarok и вот четвертое, под вопросом, это новый Ford Ranger, трехлитровый движок, который вот у них появился. Это раз. И второе, пожалуйста, есть мечта, это Dodge Ram, значит, с двигателем 5,7 химии, вот расскажите потом про двигатели 5,7 химии, что это за зверики вообще. Вот, Алексей, значит, с конца в таком случае, последняя неделя февраля, это там какой-то 24-е, 25-е, 26-е, 27-е, и по-моему 28-е, вот пять дней февраля у нас будет бенефис Алексея Мочилова. И Алексей Мочилов один день, целый час, весь эфир будет говорить про Dodge Ram, про все Dodge Ram, какие бывают. Потом он будет говорить про Ford, какие только бывают. Потом там будет GM и будет еще всякое тундроведение. И в пятницу у него будет сопоставительный эфир, сравнивая и отвечая на вопрос, что лучше, что хуже. Он готовится к этому эфиру максимально подробно, он вообще в этом отношении и сам, много чего знает, и есть у кого спросить. И это будет такая энциклопедическая квинтэссенция, покрывающая весь спектр вопросов и про хемию, и про все остальное. Это такой анонс. И тем более, он будет потом распечатан, он будет в блогах у Мочилова, он будет на сайте у меня, он будет везде, именно потому, что я как раз Лёше когда предложил, я сказал, Лёш, приготовь все возможные ответы на какие только бывают вопросы, поскольку всем это интересно, а он на всем этом ездил, рубился и в свое время даже подступился вплотную к тому, чтобы иметь доджрам. А я извиняюсь, а там экодизель будет затронут, вот новый у доджрамы экодизель, который выходит сейчас? Это тот, по поводу которого уже начинают капать слезы? Ну да, да, да. Это тот самый экодизель, который ВМ Моторовский, итальянский. Да, да, да. Здравствуй, Гранд Чироки. Так вот, значит, вот в вашем списке вам насколько нужен полный привод вот суровый для бездорожья? Потому что самый гуманный это Амарок. Постоянный полный привод с коробкой автомат, он очень неплохо едет, даже если у вас, вот, например, вы поставили хорошую резину, отсутствие какой бы то ни было блокировки и понижайки не делает его полностью беззащитным. Но он очень гуманный, на нем хорошо едется. Хайлюкс Навара, вот знаешь, Хайлюкс хороший, да, дизель у него замечательный, он такой топором сделанный, он сделан для, не нас с вами, а для бедных развивающихся стран, его подняли на полный привод и сунули к нам, он, в принципе, нормальный, и он прет очень неплохо даже по бездорожью, но он практически всегда заднеприводный, потому что у него парт-тайм. Значит, только если у вас какие-то трудности возникли, вы крадетесь на заднем приводе, не дай бог еще, он у вас облегченный, то есть в кузове-то ничего нет. Амарок гребет всеми четырьмя. Навара, Хайлюкс и Рейнджер этого делать не будут, они будут заднеприводными пикапами, они будут вам давать возможность подключить передний привод только в экстремальной ситуации, когда вам уже просто хана. Амарок... Амарок... Да. Про Амарок немножко зачаровал его, так сказать, выступление на Париж-Дакаре именно с 8-ми вот ступенчатым автоматом. Ой-ой-ой-ой, Алексей, вы не на Дакар, на Дакаре не бывает машин, там бывают спорт-прототипы разной степени от тюнингованности и замороченности. Вы же не верите, что КамАЗ, который там бегает, имеет какое-то отношение к КамАЗу? Нет. Никакого. Амарок, вот именно пикап с полным приводом, у него трансмиссия взята абсолютно легковая. Я на нем катался с Мочеловым по мероприятию Волок, была бы зубастая резина, конечно, лучше бы катался. Но чем он хорош? Камбина большая, сидится хорошо, рулится адекватно, это удобно. Вы же не каждый день везете груз, но вы практически каждый день проходите через какую-то дорожную кочку, лужу, он это может, тут он, причем у него эти имитаторы блокировок, и если что, у него даже сзади стоит нормальная блокировка, он много чего может. Хайлюк, конечно, может больше, заведомо, но только в ситуации жесткого рубилова, когда вы ему заблокировали понижайку и после этого вперед штурмовать. До той поры, пока вы ему не заблокировали перед, не заблокировали центр, внизу. Ну что, он у вас заднеприводный. И, кстати, у него, у него отвратительный салон. Просто вот рубленный из куска пластмассы в расчете на то, что вы не заметите. За свои деньги просто жалко. Навара, это вчерашний день, а Range Rover, мы не знаем, будет ли он на нашем рынке всерьез. Новости. Картина московских пробок не изменилась. У Лося 7, у Мэйла 9. С точки зрения Мэйла жизни нет. С точки зрения Лося, да какие трудности. Бежим отлично. Рожками по ветру. 65, 10, 9, 9, и 6. Борис. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер, Сергей. Я, если позволите, хотел бы поинтересоваться вашим мнением к такому вопросу. Давайте. Я являюсь владельцем Kia Sorento. В принципе, машина достаточно новая, всего несколько месяцев. 2,2 дизель, соответственно, ну, декларируемый, полный привод, но мы с вами понимаем, что это такое. А среди владельцев аналогичных машин очень как-то гуссируется тема сейчас о перепрошивке ЭБУ. То есть, заявляется, что это якобы добавляет лошадиных сил, приводятся различные графики, также заявляется, что это может убрать яму. Вот, собственно, по этому последнему вопросу я и решил как-то поинтересоваться, насколько вообще это все отвечает в действительности, потому что на моей, вот по моим ощущениям, в моей машине, когда достаточно агрессивно пытаешься вырулить на достаточно низких оборотах, эффект трубоям он безусловно есть, и если есть возможность перепрошивкой эту ситуацию вылечить, это было бы безусловно интересно. Вот хотелось бы понять вообще соответствует ли это ожиданию, и если да, то вообще где стоит и с кем стоит связываться, потому что, опять же, в интернет-сообществе как-то вот рекомендуют прошивки от объединения адакт, понять бы, что это и вообще каковы подводные камни. Борис, вы обращали внимание, что соседская жена красивее вашей? Ну, не сказал бы. Тогда вам не нужно этого делать. Если соседская жена не превосходит вашу, вам не нужен этот чип-тюнинг, все у вас в порядке, и едет она нормально, и трубояма у нее не настолько заметная. И даже если бы у вас двигатель был не турбированный, а вам нужно было бы резко ускориться на любой другой машине, вот эта вот линейная картина, когда вы наступили, а она выстрелила, она очень хороша, нормально отработана на атмосферниках V12. Особенно в диапазоне первой передачи, которой хватает до 120. Вот я как-то катался на Lamborghini Diablo на V12, знаете, как хорошо, даже переключаться не надо. Ощущение того, что ZIL 130 впереди меня почему-то резко едет, включив заднюю передачу прямо в меня. Ну, так казалось. Так вот, это все к разговору о таких вот пикантных подробностях, в которые вторгаются не только повара, но и люди, просто имеющие свое представление о вкусе соленого, сладкого, горького и кислого. И они все вместе спорят, вот это вот покислее, вот это вот послаще. И, в принципе, производитель готов был к этому ответу. Ведь раньше для того, чтобы двигатели были разные по мощности, нужно было отлить разные блоки и иметь разные камеры сгорания. Сейчас берется один мотор, и он изначально готов к тому, что в трех степенях форсировки он перекроет всю гамму потребностей. Для одних он будет, условно говоря, 90 лошадей, для других 120, а для кого-то 150. Один и тот же мотор. Вот Мерседес и БМВ занимаются именно этим. И нормально корейцы идут тем же самым путем, тем более, что двигатели у них фантастические абсолютно. Снимая шляпу перед корейской школой двигателестроения, которой в принципе не существовало 20 лет тому назад, а теперь она опережает нашу, вы можете поставить туда естественно что-нибудь такое ядреное, какую-нибудь чипанутость добавить. Если вы перед этим пройдете курсы тотального зомбирования, то есть послушаете какого-нибудь мастера, который скажет «Борис, верь мне, я вижу, как ты стремительно идешь в закат и у тебя из-под копыт сыпятся золотые гвозди подков и твоя скорость 800 км в час». Вот после этого точно трубояма не будет. Если вы... Это все нюансы. Да, с одной стороны, конечно, да. С другой стороны, вот у меня вторая машина в семье, у супруги двух с половиной литровый бензиновый X-Trail Nissan. И должен я сказать, что по моим ощущениям динамика разгона у Nissan на низких оборотах будет таки покруче. Я, конечно, понимаю разницу турбированный атмосферник, дизель-не дизель, но как-то, знаете, хочется автопарк привести все-таки к единому знаменателю. Борис, у вашей жены стоит вариатор, а вариатор работает вообще по-другому. У него с крутящим моментом свои отношения. Там же не автомат стоит, там вариатор. Или у нее механика? Нет, у нее вариатор. Вот у нее стоит вариатор. Вариатор он по-другому реализует крутящий момент. У него и с подхватом, и с ямой немножечко другой сценарий. На вариаторных машинах этот момент сглажен очень сильно. И тем более там 2.5, бензиновые 2.5, они по моменту отличаются от вашего дизельного 2.2, но по выходу на максимальные обороты он гораздо быстрее. Тем более благодаря вариатору. он закидывает стрелку, и все, и он полетел. А вы на Соренто, на дизеле, да, вы имеете другие характеристики. Приравнять одно к другому, вы можете гоняться довольно долго, занимаясь вот этой эскалацией гонкой ядерных вооружений, но для того, чтобы догнать и перегнать нет, скорее вы разбомбите мотор в напряге и в натуге. Он все-таки этот легковой автомобиль, а он абсолютно легковой Соренто, он сделан для того, чтобы удовлетворить сразу всех. Он не гоночный, он не реактивный. Приподнять ему мощность, ну да, конечно можно. Я вот этого тюнинга боюсь, потому что эта машина достаточно высокая, срабатывание заднего привода у нее зависит от ряда факторов, и если бы это был просто переднеприводный автомобиль, изначально готовый к тому, чтобы быстро ехать, стелиться по земле и нормально проходить повороты, добавка мощности в принципе не создала бы ситуацию опасную в повороте, но она бы дала например какое-то там самоудовлетворение на прямике. Здесь, когда у вас машина заведомо выше, она полноприводная, она тяжелее, и она по другое рассчитана, добавка серьезная добавка по мощности лишает ее в том числе даже элементарной курсовой устойчивости. Вот здесь сбалансировать может быть не удастся, а перебрать очень даже. Тем более, что когда вы всерьез пытаетесь увеличить мощность, вообще-то не забывайте про рули, про тормоза, про чувствительность рулевого управления, которое тоже с этим связано, и кроме разгонной динамики еще и тормозная динамика, я не встречал людей, предлагающих комплекс мероприятий. Я встречал людей, предлагающих чип-тюнинг. Это не то же самое. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы получить ваш совет. Я являюсь владельцем Toyota Camry 2009 года. Брал ее новый пробег 95 тысяч. Понравилась, очень понравилась надежность автомобиля. И вот следующий выбор. Или из-за надежности новую Toyota Camry доста на литро, или Mercedes E-Class E-Class 200-й, или на перспективу GLK, если вдруг появится дача. Ух! Ну, Юрий... О надежности. Главное, Mercedes, надежность его. Да нет, нет никакой надежности, Юрий. Все, забудьте об этом. Надежность автомобиля это ваша заслуга. Camry повезло, она надежна. Повезет Mercedes или нет, мы с вами не знаем. Mercedes не делает машину в расчете на то, что вы будете пользоваться ей вечно. Если вы будете ей пользоваться вечно, кто придет за следующий? Не будет этого. Легенды о непотопляемых Mercedes'ах, они, знаете, где-то, наверное, после 85-го года теряют свою актуальность. Вам машина для статуса или как? Нет, мне главная надежность. То есть, езжу больше на работу и домой, по работе езжу, эксплуатация городская, ну, и, может быть, куда-то там за город, но по дороге, по асфальту. Ну да, то есть, в разумных пределах. Вот, если это добавка статуса, вам не нужна экспериментировать с ежкой, кому повезет, кому нет. Проблем тоже хватает. Конечно, это не BMW, потому что с BMW связывается просто опасно в нашей стране. И дилерская сеть Mercedes'а, она настроена несколько иначе, она гораздо лояльнее к клиенту. Но, у вас хорошее отношение с Toyota, вы знаете, и, главное, верите и любите Camry. Зачем уходить от того, что вам привычно и понятно, в стан того, что будет нелогично и странно? Вы на Mercedes'е давно последний раз катались? Ну, только тест-драйв. Понравился. Понравился он вам? Ну, по тест-драйву, да. Ну, а вот Toyota, вот сейчас вот новая машина, Toyota Camry, все-таки, вот как-то, у вас была передача, еще, по-моему, когда я вас слушал на «Маяке», маленько был, как бы, ну, негатив, как мне кажется, к Toyota Camry. Да, я не принимаю для себя к Toyota Camry, но это не значит, что у нее сплошные недостатки. Тем более, опять-таки, Юрий, вы прожили с ней, душа в душу, уже 4 года, у вас с ней замечательные отношения, и часть этих отношений, так или иначе, будет родственным опылением, переброшенным на следующую Camry. С Mercedes'ом этого не произойдет. Когда вы у Mercedes'а начнете ловить правый подрулевой переключатель, его там не окажется, когда вы на Mercedes'е рано или поздно поймете, в чем прелесть заднего привода, и вам будет сильно аплодировать, не дай бог, тебе помненный язык, телеграфный столб и школьницы, разбегающиеся с автобусной остановки, вот тут преимущество Camry вам в очередной раз будут уже с неба улыбаться и говорить, Юрий, помните, как было с вами хорошо? Задний привод, это большой опыт на шестерке в молодости и Toyota Crest'а. Конечно. Юрий, вот сколько, например, опыта в человеке, когда он всю жизнь проездил на механике, но полгода на автомате, после этого он начинает забывать, как работать с цеплением. И, конечно, у нас с вами точка отсчета, вы начинали на заднем приводе, я, естественно, начинал на заднем приводе, мы с вами помним, как оно работает, но наши с вами рефлексы вялые и лежат на полочке, а ездим мы с вами на переднем приводе. Поэтому ситуация, ведь в которой понадобится, чтобы был полностью мобилизован весь человеческий потенциал, она бывает один раз. Это как пистолет, он не нужен каждый день стрелять, но он должен лежать в кармане, потому что, когда он пригодится, а его не будет, вот тут будут серьезные проблемы. Я бы, если бы Мерседес был безупречен, с легким бы сердцем сказал, Юрий, конечно, но это же Мерседес. Говорить о том, что это же Мерседес, я не могу, поскольку это уже давно не Мерседес. Аркадий, здравствуйте. Алло. У вас 30 секунд, и, кстати, у меня тоже. Очень быстро. Вы в то время еще про Маяке рассказывали про Шкоду Рапид, хотел бы узнать ее судьбу появления на рынке России, примерно с нами, спасибо. Вот-вот, спасибо, она сейчас уже будет, она к нам приходит, она заявлена, скорее всего, ее покажут осенью нам на автосалоне, и к этой осенней презентации машина будет. Машина интересная, по сей упору мне любопытно, там ведь блокировка дифференциала задумана. Все, до понедельника.